Алло, слышно? Да, сейчас слышно. У вас что-то случилось там, наверное, или у меня тут сбой был? Да, да, общий, наверное. Так, вы знаете, что у нас все записывается, в интернет выставляется? Вы не против? Я не против, а если необходимо, это на ваше усмотрение. Хорошо, хорошо. Говорите, что у вас есть. Вот все православие такое сложное. Спасение – вещь такая непростая в человеческой душе. И разбойник, который в одночасье, не живя никак, не причащаясь ни разу, не крестясь, не делая ничего, и он первый делает вот это, попадает в рай. Что это за пример для нас, разбойник? Ну, тот пример, что никогда не нужно отчаиваться и надеяться на милость Божию великую, страшно непонятную. Это Божья воля. Он исповедовал в страданиях. Он запрещал, или, как сказать, угошал пламя ненависти своего товарища. Он признал себя виновным. Мы по делам нашим получили. Он признал благость, правоту Спасителя, а он никакого греха не сделал. Смотрите, сколько он успел сделать за короткий момент. А поэтому церкви не было, крещения еще не было. Церкви не было, не было литургии, не было причащения. И, как считается, крестил со собственной кровью. Так что это милость Божия. Это не справедливость, а милость. А по справедливости мы все в аду должны быть. То есть, этот урок для нас не отчаиваться, да? Да. Какой бы ты ни был. Затаус говорит, как бы ты низко не пал. Вставай. Есть такой рассказ. Один юноша каялся, а потом грех его одолевал. Он снова падал и просил Бога. И однажды он так плакал, рыдал. А сатана тогда уже не выдержал и говорит, да как можно прощать? Он уже столько раз тебя обманывал. А он говорит, а ты посмотри на него. Господь будто ответил ему, это как легенда какая. Он посмотрел, а он уже мертвый лежит. И Господь принял последние его слова покаяния. У пророка написано, что если человек всю жизнь грешил и перед смертью раскаялся, Бог говорит, не помяну ни одного злого дела его. Но если всю жизнь сделал праведность и в конце согрешил, ни одного доброго дела не помяну. Все решает венец. Поэтому, не зная, когда придет Господь, нам нужно быть настороже. Вот когда смотришь, люди объясняют правильно крещение, как вести. Ну все правильно. Ну он знает, там, митрополит или кто-то. Ну вот коснулось крестить человека. Притом человек очень известный. Он только что сыграл, там, Иерей Сан, японский, японский артист. Он из Голливуда. И принял православие. И его крестят, и мочат ладошкой по голове. Но это сказать нельзя, какой позор. Рядом люди, может быть, из посольства японского. И даже здесь обман, кощунство творят. Высшие иерархи. Да как Бог может это смотреть-то? Они будут выжжены все дотла. Такой соблазн миру дают. Что, в Москве купели нету? Да не надо ничего. Страха Божия нет. Нет веры в суд Божий. А в суд не веришь? Игнатий Бричина говорит, начни сначала. У тебя ничего еще нету. Смотреть тошно даже. Притом никакой причины нет, кроме того, что безбожники. Рясы наделают, музыку пишут, что-то руками машут. А страха-то Божия нет. Каноны порушены. Ни один сектант не будет так мочить. Представим, такого важного человека. И портят всю ему биографию. Но он, может быть, не считал, не знает, не видел. Я про то не знаю. Но тот, кто крестит, видно, что там высокие щены. Иерархи православные. Московского патриархата. Что они делают? Ни стыда, ни совести нету. А оборзели окончательно. Это Бог. Бог карать будет за это дело. Уничтожать, как негодных. Сыновья Илия были людьми беззаконными. Бог убил их обоих. Они не верят в Бога. Они безбожники эти, которые так делают. В Москве и такого важного человека не могли покрестить. Безобразники. Смотреть невозможно. Это надо быть тепло-хладным. А все равно, лишь бы капля воды, капля соплей она крестит. Ничего нету. Обман. Вселенский обман. Мне сегодня показали. Ну что, внутренне вся затрепетала. Они стоят, улыбаются, им нужды даже нету. Вот доигрались наконец. Вот так-то. Так разбойник-то, насколько лучше их? Он исповедовал и вошел. Библия, наша святая, она имеет начало этой жизни и конец. В ней внутри все. Там есть мы, вы и я там есть, да? Да. А вы себя кем отождествляете там? Чей образ возможно? Придите ко мне все труждающиеся обремененные. Я обремененный грехами. И я успокою вас. Он меня успокоил. Иго моё благо, бремя моё лёгко. Матфея 11, 28. Вот кто я. Он меня призвал, и я его услышал. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Я в Него поверил, я верующий. Имеет жизнь. То есть я имею её, и Он мне даровал. Они верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Иоанна 3, 36. Вот кто я. Самый последний, не достоин называться, не то что апостолом, как Павел, человеком не достоин называться. А Он меня избрал, приблизил, простил, омыл кровью Своёю, благословил, дал Духа Святого, чтобы Он путеводил меня, руководил. Кто я теперь? Я избранник, Сын Божий, щадо Божие, раб Божий, слуга Божий. Всё в избрании, все эти звания. Искупленная, омытая кровью причистая. 1 Иоанна 1, 7. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если мы ходим во свете, как он во свете, имеем общение друг с другом, вот разговариваем, помогаем друг другу. Вот кто я. То есть, если... Ой, я сейчас побежал десятки. Если спасаешься сам, вокруг спасаются десятки? Да ни одного, может, не спасётся. Придумали главное. Стижи двухмерные, спасутся тысячи. Это обман. От того, что ты мирный, никто не спасается. Давид говорит, я мирен, но только заговорю, они к войне. Они к войне сразу все. Мой голос, так он слышит, их сразу, как ветром, начинает надувать. А что спасётся, когда будешь благовесать? Вера от слышания. Без веры в Бога угодить невозможно. А вера, получается, от ушей, не от глаз. А слыша ничего от Слова Божьего, от Святой Библии. Вот, пожалуйста, римлянам 10-17. А все остальные слова-то это дымное надменение мира. Ну, мы же как-то должны проявлять своё лидерство в спасении, или как бы как пример. Для нас же люди смотрят, если ты один из тысяч и ходишь с бородой, а все подстрижены, думаешь, ты уже на какой-то другой планете среди них. Они тебя смотрят, как изгоя какого-то. Пальцем тычут, спрашивают, зачем тебе это надо, что это помогает, и как далеко ты спасся. То есть, вот эти вопросы, как отвечать, как далеко мы спасаем? Отвечайте, как положено на сердце. Отвечайте, как имеющий власть, чтобы они чувствовали, что перед ними воин. Александр Невский говорил, вид христианина-воина должен внушать ужас супостату. Ты только заговорил, все затрепетало, потому что сила Божия у тебя будет как огонь, как меч из уст твоих. Это Бог так делает. Огненное дыхание у тебя будет, все попалять будет. Никогда не отклоняйся в сторону. У меня ничего нет, я немощен слабый. Господи, вот я твой сосуд. Наполни мне благодатью Духа Святого. И считаем мы деяния апостола, 8 глава, 4 стих. И рассеявшиеся ходили и благовествовали. Никого не боялись. Это жития такие, вера, надежда, любовь. Там девчонки маленькие, император ничего не смог с ними сделать. 7 глава 2 книги Маковейской. 7 сыновей казнят и мать их уговаривает, только не отступитесь. Режут пальцы, колют глаза, сдирают шкуру, кожу с них. Она только стоит и уговаривает. Будьте верны, дети мои. Если мы на это решились, Бог благословит, подаст силу. А что вы думаете о Данииле Сысоеве? Для меня он священно-мущенник, святой человек. Хотя с чем-то я там не согласен. Как он говорил, даже по храму, прогулку, я бы не делал. У него свой опыт с мусульманами, у меня свой. Он разбирал Аллаха, кто он такой. Но у меня другой. У меня целая книга вышла. Я весь Коран разбираю по сурам и аятам. Я вообще не произношу Аллах, Мухаммад, Коран. Я не произношу, мне не надо. Я говорю так. Бог Христос, Святая Троица, Жертва Иисуса, Святая Библия, Святая Евангелие, жизнь вечная. А где эту книгу посмотреть? Эту книгу? Ну, на нашем сайте, мои книги все там. Сайт. Зарядите просто библейский сайт во Святой Библии. В Яндекс. И вы сразу увидите, там сбоку видно мои там 41 книга, 41 том моих написано. Вам будет очень интересно считать. А справа там 55 папок, ответ на 4124 вопроса. Во Святой Библии. По Святым Отцам, по канонам, по житьям святых. Все, понятно, понятно. А как разговариваете с батюшками? Да так же, как со всеми. Что они батюшки? Они более нуждаются в помощи. Мы должны заботиться о них, платить им десятину от своих заработок, обязательно содержать их. Ну и чтобы они работали, никакой торговли не должно быть. Десятина должна все покрыть. Все таинства, все бесплатно делать, чтобы... Он должен жить нормально, в достатке. Если даже 20 человек, мы уже прокормили. Он уже лучше нашего будет жить. Десятую часть отдали, у него уже будет 6-15-16 целых. Ну и говорить ему, как он будет отвечать за каждую душу. Чтобы он проповедовал, благовествовал. А не то, что там деньги только собирал, до архиерея сваливал. Ну это же тоже мы, если будем вглядываться вовнутрь его житейства, нам это тоже не прибавляет. А что мы будем? Мы его не касаемся, нуждаются помощи, мы окажем, как мы его не трогаем. Но если он делает неправильно, мы обязаны подсказать ему. Это сегодня мы разделяем. А на суде Божьем с него спрос будет больше, чем с меня. Я печник, я сторож, с меня спрос за печи. Дымят или не дымят, греют, не греют. А у него сердца людей разогреты Духом Святым или нет, рожден или свыше. С него спросится за каждую овцу. Овцы мои разберлись по холмам, Господь говорит, пастыри посли сами себя. Я ему не буду свои слова говорить. Господь говорит, я накажу тебя, злой пастырь, я вырву тебя, глаз отломлю, руку тебе. Вот как Библия говорит, пророк Захария. Мы должны прочитать его местописание, что ждет его. Малахи прочитать. Вы благословляете, а Бог говорит, я проклинаю ваши благословения, потому что вы все по-своему делаете. Вымыслами человеческими заменили истину Божью, как Бог сказал Серапиму Саровскому. Как он на меня может обижаться, когда я ему цитирую священное писание святых отцов? Значит, он безбожник. У нас храм очень красивый построили. Библиотт один построил красивый храм, и город раскололся на два мяча. Как можно так? Что-то опять захробостело. Алло, раз. Потихоньку говорите, может быть, наладится. Повторите снова. Красивый храм построили у нас, богатый. Да. Библиотт выделил деньги, и город разделился на такое мнение, как можно ходить в то, что построено вот такими деньгами. Как отвечать на этот вопрос? Как ходить, а как храм Соломонов? Люди же ходили. А вы знаете, что ушло туда? Специалисты говорят, ушло две тысячи тонн золота. Вещь вообще невероятная. Он блестел, ученики сказали, посмотри, Господи, в заходящих лучах солнца так считается. Он сказал, камень на камень не останется. Должны быть мы, храмы Бога живого, украшены благодетельными делами, ревностью, благовестием, страхом Божиим, милостыней, постом, молитвой. Вот украшается чем храм. А тут богатый построили, но почему не обращай внимания на это? Нет, я-то спокоен. А мирянин, который хочет вступить, он говорит, я буду ездить в другой город, там старенький храм. Не годится это. Это не надо. Причем тут храм какой? Люди имели достаток, желают украсить дом Божий, разве это запрещается? Но только если ставится вопрос, деньги у тебя есть, что, храм строится, на храм, украшения, или бедных накормить? Иоанн Златоуз говорит, делай то, о чем Бог спросит на суде, а про храмы Бог не спросит, а спросит, накормил нищего, напоил, и дальше вы знаете, что 25 глава Евангелия от Матфея? Это неправильно, что богатые храмы я не буду ходить. Что это такое? Совсем никуда не годится. Что он храм? Почему он должен всегда быть бедный? Ну, возможности нет, он бедный у нас, у нас нет денег. А если есть хороший, ну и прекрасно, глазам радостно, и людей это привлекает. Но он же и сказал, не хлебом единым будет жив человек. Правильно, правильно. Не только накормите колбасой, не хлебом. Правильно, но не хлебом единым, не надо забывать дальше, запятая стоит. Но, не колбасой, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. То есть мы кормимся из Святой Библии, а не хлебом одним только. Смысл вот какой, не о колбасе речь идет. Я понял. А как цитировать, нужно ограничиваться Писанием, или что может добавлять? Как вы считаете, как приукрашивать можно святые слова Библии? Приукрашивать себя, что может добавить? И сначала нужно знать, как истолковались святые отцы, как, ну, конкретно, это Ян Златоус, это высший уже проповедник. Вот у меня на сайте, если зайдете, вы в Ауде найдете 12 томов моим голосом насчитанных. Я его издавал, составлял симфонии, распространял по всей стране, это Бог так сделал. Вы будете знать, а тут смотреть по обстоятельствам надо просить Бога, и Бог положит на сердце. На миссионера, на проповедника не выучишь. Это или есть, или нет. Я все сравниваю. Смотрите, ни в Америке, ни в Англии, нигде никогда не было литературных институтов, как писать книги. А в Советском Союзе был институт имени Горького литературного. Ну и что они писали? Все книги выброшены, никому не нужны. Шолоха там остался, да еще кто-то. Это талант. Он дан или не дан. И все. Хорошо. Как вы к казачеству относитесь? Ну как? Маскарад. Они для меня что-то цыгане, что они верующих, там почти никого и нету. Коней нету. Их называют Кашкадавы. Просто... Те прошлые казаки, те, те. Какие? Нет, а какие те? Ну, 19-й век, начало 18-й. 19-й, ну и что? Попали под молотилку Троцкого, Тухачевского. Все время только на войне были. Да, это прекрасные люди были, хорошие, охраняли рубежи. Но веры-то никакой не было. Что нам из того? Охраняли, захватывали. И куда все делось? Куда все улетело? Где этот город Измаил? Где Финляндия? Где Польша? Порт Артур? Где базы строили? Нигде ничего нету. А сколько душ-то положили? Казаков-то репрессировали, поэтому и открылись все до врата. Вот, репрессировали. Надо было молиться Богу. А репрессировали не готовые, и куда душа пошла? Ничего не знали. Николай Японский-Касаткин, когда Япония одержала победу, и там пленных много было русских, он не мог найти верующих. Он не знал, кому помогать. Он говорит, страшное состояние было. Совершенно неверующая страна. И кто говорит, Иоанн Крашштадтский? Я уж говорю о тех, которые канонизированы. Ну, не о северных народах, там, Иннокентий Вениаминов, митрополит московский, там, весь север объезжал на собаках. А в центре России? Веры-то фактически нет. Революция какая была? Такого краха потерпеть, как православие, ни одна религия, никакая страна не терпела. Возьмите, крушение Константинополя, Стамбул, крушение Москвы, Санкт-Петербурга, семнадцатый год. Тысячи, сотни тысяч пошли под нож. Около ста миллионов голов отлетело. Мало? Даже по скромным подсчетам профессора Кораблина и то шестьдесят шесть миллионов. Миллионов, не человек. А почему? Отступили от Бога, родился сын Ульяны, Ульянов. Хотя у него было церковное правило на пять. Ну, что знал? Голова-то знала, а сердце-то молчало. Это интересно, сегодня я слышал. Один говорит, люди, когда много считают, знают, там семинарии заканчивают, они похожи на гриб. Огромная головка и тонкая ножка. Он куда-то валится все время. Вообще здорово. Да еще гриб-то, говорю, поганка. Его кто съел, белая поганка называется, бледная поганка, еще ни один человек не остался живой. Страшнее укуса гюрзы. Вот так и это знание. Учатся в семинаре только для одного, чтобы уметь защитить, оправдать любое беззаконие. Больше ни для чего это не надо. Этому нельзя научить. Кто Петра Апостола учил? Ну, Павел еще он был. Ну, а кто остальных учил? Кем они были? До конца вселенной прошли, заквасили всю вселенную. В начале он предал Христа, потом встал на ноги. Прошел такой. В послании к евреям написано, Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Один и тот же Господь. Ты просишь, дарами тебя наделить, такими же, не меньшими. Нет, нам эти примеры остались в истории. То есть, они нам открыто показывают, что человек немощен был, как 2000 лет назад, как и сейчас. Он готов воевать вот-вот, а выйдет на улицу, столкнется с милицейским, с полицейским и уже не может возразить. Переживает. Из дома выгонят, с работы уволят. Нет такой ревности. Оглядываешься назад, семья, дети. Сейчас ты там будешь проповедь читать, тебя закроют в каталажку. Закроют. Возьмите пример. Вот есть фильм «Раскол». Николая Достоля. Протопопа Вакуумник, когда схватились. У Протопопа Вакуума там сколько было ребятишек-то? Он ни на что не смотрел. Он шел до конца. Где-то там неправильно или что-то, он не уступал правде. Его из Даурии сослали, а потом в Пустозерске там спалили огнепальный Протопоп. А теперь, ясно дело, к кому лучше народ относится? Его канонизировали, старообрядцы. Нам пример оставлен апостол Павел, пророки. Стефан, когда его побивали камнями, он спросил, это Деяние 7 глава, кого из пророков не гнали отцы ваши? Кого? Вы всех гнали. Вы любить умеете только мертвых, как Пушкин говорит. А мы бы были в то время, мы бы так не поступили, а теперь памятники строят. Не поступили бы так же. Стоит правду сказать, все поднялись сейчас. Так вот сейчас не будут камнями побивать, тихонечко возьмут тебя, увезут и скажут, где он? Да, уехал, там, в Москву жить. Ты не будешь тем ревнителем церкви, ты просто исчезнешь. Почему и не хочется положить на плаху голову, не потому, что боишься за свой голову, а потому, что эти унесут и не обидно не знают, может, через 10 лет узнают, а надо будет или нет. Богу надо довериться. Богу надо довериться. Если все будешь подсчитывать, а вот если я сделаю так, то так. Никак. Он сказал, иди, и не малодушенствуй, чтобы я не поразил тебя. Вот кого надо бояться. Итак, бойтесь того, кто может душу погубить в гиене. Не бойтесь убивающих тела. Христос сказал, и горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Так поступали со лжепророками отцы их. Надо однажды от всего отрежься. Отвергнись себя. Возьми крест, следуй за мною. Отвергнись. И думай о небе. А ум держи в аде, как Великий Пимен говорил. Не так я погибну. Нет, Господи, 100% должен отдать. Бегите на ресталище, на стадионе. Бегут все, награду получают один. Итак, бегите, чтобы получить. Я бьюсь не так, что только воздух молотить, Павел говорит, но иду как на верное. Вот как нужно отвечать словами апостола Павла. То есть, никогда не думай, что ты будешь говорить, за тебя будет дух говорить. А о результатах Бог сказал, иди и говори, а последствия он берет на себя. У тебя растет сын, не слушается, хулиганит. Господь говорит, не жалея розги. А тут и венальная инвестиция, а он из дома убежит. Тебе не надо об этом думать. Ты выполни то, что Бог сказал, а остальное Бог сделает. У меня был, я начальник детского лагеря, чужими детьми 44 года занимаюсь. Ты организуй лагерь, обеспечь, чтобы было интересно, построй строение, чтобы было чем одеться, было интересно. Интересно, из года в год они и те же приезжают. Ты понимаешь, сколько труда. Надо готовить, создать безопасность, чтобы не было отравления. Сколько за этим всего, это без помощи государства, тысячи детей на мне. Я несу уголовную ответственность. И вот пошли жалобы. Три уголовных дела против меня воздвигли. Уголовных. И чем кончилось? Все процессы я выиграл. Заплатили деньги и дали опровержение. Все до одного. Все были разгромлены. Почему? Бог. Я только на Бога надеялся. За два с половиной месяца 15 краевых комиссий только было. Вообрази, мы не успевали двери открывать. И Бог разметал все. Бог. И все это мы засняли. Заснято. Что они делали? А приехал, когда я потрепал так называемое удовлетворение, сатисфакции. А они заортачивались. Я подал в суд. И тут они закрутились тогда. Бог так делает. А против Бога никто не устоит. Их начинает спрашивать. У меня мальчики спали с девочками. А вы видели, спрашивает их. Нет. Вы ночью там были? Нет. Да они спят на рюкзаках. Спрашивает, сколько детей было? Я говорю, 75. А подушек сколько? Я говорю, 120. А почему они на рюкзаках? Я говорю, откуда это известно? Ну и все. Да там какие там у них строения, курятники. Да это какой лагерь? А он у нас регистрации. Краевой отдел юстиции. Судья показывает. Перестаньте. Вот регистрация. Да там родители не допускают до детей. Их берут, там издеваются. В это время идут свидетели родителей. Я с детьми вместе жил. Такой лагерь. Родителям можно жить. Что вы неправду говорите? Один родитель, второй, третий. Все сгинуло, слиняло, сдуло. Да, я вижу, как власть меняется. Он еще вчера что-то говорил. А сегодня его уже нет. Ветер, все. Пустота. Ноль. Вообще даже не содрогается. Истинно. Писание, конечно, оно говорит. Сегодня был, завтра Дуну. И не будет слова даже ему. И не останется. А ты останешься, если ты мой будешь Божий сын. Согласитесь, что 44 года, это чего-то стоит. 44 года я терплю, это все несу. И не бросаюсь. Чужими детьми вожусь. Зачем мне это нужно? Зачем? Потому что Бог мой повелел заботиться. Пустите детей ко мне. У нас подъем в лагере. Ни в одном лагере нет этого. В 5 утра подъем. В 5 утра. Дети самостоятельно решают, во сколько лечь. Утренняя пробежка, гимнастика, чтение молитвы, молитвы молятся, потом чтение Евангелия с толкованием. Это православный, трудовой детский лагерь. Он один был в Советском Союзе. Единственный. Нам не легко это все было. Но Бог, Бог вывел нас на пространное место. Посылают следователь, прокурор, помощник прокурора. Они исследуют. Дети, избитые все. Приехал кандидат медицинских наук. По одному разбирают, нигде никого, ничего нет. Ничего нигде нету-то. Дети смеются. А вас бьют здесь? Они говорят, нет, не бьют, а наказывают за наши дела. Ребенок как отвечает вообще. А какое? Дальше напишут. Наказание чисто символическое. За платочек. Нет, платочка забыл. Бежать до дерева, листик сорвать там и прочее. Одежду забывает. Вокруг лагеря три раза бежать и кричать. Я забываю одежду. Родители говорят, придет домой, то забыл, где-то в портфель дорогой в футбол играли. Приехал, ничего не забывает. Почему? Я ему память пришил. А бегать-то когда надо? Когда за стол сели. Не успел, значит, без обеда. Вот теперь он и бегать, бегать умеет. Приезжают профессора, не откуда-то, а директор Кэстонского института с Лондона. Ребенок-наркоман. Как за один месяц он другим становится? Бог. И они сидят, все это наблюдают, смотрят, где вы этому учились. Убого, убого. Я только знаю, что какие методы в Америке, в Англии, в Австралии, в Японии, я все это беру и в свой лагерь вмонтировал. У нас дети все знают. Кто президент, кто премьер-министр, кто телефон изобрел. Мы всему учим. По поводу сна. У меня сон с 9 до 9 утра я сплю. Ну, не задумываясь об этом. Плохо, это хорошо? Плохо, хуже некуда. Вот мы встаем, мы встаем всегда в 4.40. Вот переведите часы на 4.40 утра у себя, по-вашему. Ну, переехало 4.40. Говорят, да вот, поясные времена, бывает, переедешь где-то. Я лечу на самолете в Америке. 12 часов разница, но я и там встал в 4.40. Меня арестовали в тюрьму. Света, свет горит день и ночь. Раз света не видишь, ты не знаешь. В 4 часа я как штык уже встал. Ангел будет. Они не знают, у них связи нету. Они никто. У меня ангел рядом стоит, он меня поднимает до одной минуты точность. А мне это воспитывать надо или что? Да ничего, драть тебе надо и все. Холодной водой пол ведра на тебя утром сразу хлобыснуть. А, нет, а что плохого-то? Ну, плохое, что плохое? Давид говорит, я встану рано. Вот и все дальше. Предваряю рассвет и взываю, на слово твое уповаю. Горе. Итак, стань спящий, воскресни из мертвых и освети тебя Христос. Ты спящий мертвец. Что хорошего-то в этом? Кто рано встает, тому кто дает? Бог. Ну, Бог, а что ты лежишь-то? Ну, ты встал в 9, на 4,5 часа позже наших братьев встал. На 4,5 часа это можно гору наворочить. А ты лежишь, что ты дрыхнешь-то? Я встал в набрать за 4 часа. Знаете, если у вас и великая цель есть, я забунтовал однажды спать, чтобы меньше, и в конце концов добился, стал спать 2,5 часа в сутки. Ну, паранойка можно стать недосыпанием. Ну, и что? Нервным. У меня друзья, которые долго спали, ни одного дня все уже умерли, а я все живу. ты тело свое держи в холоде и в голоде, а тело твое завяжет по-поросящи. Не могу, а ты скажи, врешь, обманщица можешь, мало пи, здраво будешь. Вот так святые святые пророк, у окуну 19-го. Да. Вот у вас, я гляжу, волосы длинные, волосы у мужчины должны быть короткие. Короткие. Это бесчестие для мужчины, если длинные волосы. Это апостол Павел говорит. Вы не рассуждайте, а стрелите там, чтобы она у вас, ну, сантиметра два больше не были. А подумаем. А думать не надо, надо сделать. Зачем? Тут думать не о чем, тут прямое указание. Чтобы я не был как Ави Солом, сын Давидов, который волосами запутался в ветвях. А, вот так запутался в бабьих волосах-то. Это мужики подкаблучники, где жена командует, они думают, это да две женщины в доме. Никак не надо этого делать. Вот, вы посмотрите даже Иоанн Златоуст, апостол Павел, иконы. Короткая стрижка под бокс. Почему? Ну, много нарекона с длинными волосами. С длинными волосами, это когда уже пришло, там, Ян Кронштадтский, Игнатий Брещанинов, бабьи волосы. Написано, если мужчина растит волосы, то это бесчестье для него, а жена растит, для нее честь. Бороду, усы не прикасайся, не трогай, а волосы сними, хоть наголо, хоть как, это указания нету. Ну, оставь немного, там, сантиметра два. Ладно, все, было короткий, станешь. Ну, вот так, как у бабы, у волос длинной, ум короткий. Спасибо. Спасибо. Так, что я еще хотел спросить? Нет, вопросов много, хотел даже потом поэтапно расписать все вопросы. Ты проси. Задавайте, а в следующий раз зайдете только через месяц. Почему? Вы накопите все, острижетесь и зайдете уже другой. Ладно, ладно. Ладно, спасибо, Господи, за разговор. Слава. Слава Боже. Через неделю, полторы будет этот ролик стоять. Многие будут через него учиться. Хорошо. Отключайтесь.